Сегодня выпускники сдавали ЕГЭ по математике. Посмотреть, как проходят экзамены, к нам приехал проверяющий из Москвы. Комиссия Рособранадзора посетила несколько школ. Накануне из-за сильного ливня некоторые образовательные учреждения остались без света, но к утру электроснабжение было восстановлено и экзамены прошли в штатном режиме. По данным Министерства образования края, в этом году с единого госэкзамена уже пришлось удалить 13 выпускников. Ребята пользовались телефонами, шпаргалками и калькуляторами. Специалисты им переживают, что эта цифра не окончательная, ведь экзамены закончатся только 26 июня. Напомню, что дети, удаленные за использование шпаргалки или телефона, к пересдаче ЕГЭ в этом году допущены не будут. То есть, к сожалению, потеряют год. Мы всех все время призываем активно оставлять телефон на входе, шпаргалками не пользуются, готовятся. Экзамены не такие сложные, как кажется. Впервые в этом году выпускники могли выбрать вариант экзамена по математике, сдать базовый уровень, более простой или профильный. В итоге, основная часть школьников в крае остановилась на более сложном варианте ЕГЭ. Специалисты уверены, связано это с тем, что большинство выпускников намерены поступать в технические вузы, где математика один из главных предметов. Также сегодня в Министерстве образования получили результаты ЕГЭ по литературе. И они лучше, чем в прошлом году. У нас есть два выпускника, которые написали работу на 100 баллов. И в целом, средний балл ЕГЭ выше, чем в прошлом году.